Всем привет! Вы на канале Мир за стеклом. И сегодня у нас очередная распаковка. Искренне надеюсь, что доехали все целыми и невредимыми, так как на кануне ночи было резкое похолодание. То есть где-то с 16-17 оно упало до 9-8 градусов тепла. Ну и поскольку там достаточно интересные виды, я искренне надеюсь, что с ними будет все в порядке. Ну, давайте, наверное, приступать к распаковке. Я думаю, вам, как и мне, уже не терпится посмотреть, что же за чудо там находится. Тут у нас открылось, не открылось. Оп. Ну вот теперь точно открылось. Ну что ж, погнали. Итак, первое, что мы видим, это небольшой контейнер и куча-куча бумаги. Давайте сейчас вытащим всех на стол. Да, слегка темный фон, но такое бывает. Тут уж ничего не поделать. целая туча бумаги, куча всякой фигни. Ну, шучу, это уплотнитель, он обязательно должен находиться в посылках подобного формата. Так, вот еще одна коробочка. Ну, тут у нас, судя по всему, яичная скорлупа, как подарок. Так, вот еще одна коробочка. Давайте вот так. И немножко глины. Вот. Такая вот небольшая, но при этом весьма увесистая посылочка. Всю бумагу я сейчас скину в коробку, чтобы она не мешала нам. И давайте, наверное, приступать к распаковке. Давайте начнем от большего к меньшему. За единственным исключением я сейчас на запас сбегаю за перчатками. Ну, шо ж, я вернулась. Единственные перчатки, которые мне попались на глаза, это вот такие одноразовые из-под краски. Поскольку зверек тут у меня будет один, который может с перепугу выделить секрет, который обжигает кожу слегка. Ну, лучше перестраховаться. Давайте приступать. Открываю без перчаток. Если они понадобятся, они, скорее всего, вот именно в этой коробке и понадобятся, то буду уже одевать. Итак, вот тут у нас такое чудо. Это у нас оливковый кивсяк. Живой? Живой. Давайте сейчас я одену перчатку, и мы посмотрим его чуть-чуть поближе. Я думаю, одной перчатки мне хватит. С головой. И давайте попробуем вытрусить. Внутри мы видим мох. Листья сушеные. Это основная подстилка для кивсячка. Ну, и в перемешку с яичной скорлупой и другими видами кальция. Вот так. Вот такой вот у нас симпатичный кивсячочек. Ну, как вы видите, с ним все абсолютно нормально. Живой. Правда, в шоке. Лапками перебирает. Не будем его сильно смущать. Вернем пока что коробочку. Вот ему там пока что привычней. Я не могу сказать, что ему, в принципе, очень привычно ехать в такой бяки. Ну, это уже лучше. Чем ничего. Итак. Первая коробочка вскрыта. Но мой перчатка мне дальше не понадобится. Смотрим далее. Кстати, кивсяк у меня первый. За исключением скалопендры. Я раньше не имела дела с подобными насекомыми. Если это, конечно, насекомые. Я уже не помню, к какому они отряду, если честно, относятся. Вот так. Вот. С горем пополам вскрыли мы вторую коробочку. И тут у нас вот такое вот маленькое чудо. Улиточка тоже живая. Миниатюрненькая. Ну, немножко поломала себе прирост. Но я думаю, это ничего страшного. Это у нас архохотина маргината варэгрегия. Леуцист. Мы ее сейчас посадим в коробочку. Крышкой закрывать не будем. И дай бог она, пока мы тут будем разлагольствовать, вылезет и покажет нам свою мордашку. Ну, и подошли мы к самому интересному. Я искренне надеюсь, что вот с этими товарищами будет все в порядке. За них я волнуюсь больше всего. И у нас тут мегасы. мегасы. Вот такие вот красавцы уже начали линять. На прикосновение один реагирует. Это уже хорошо. И что у нас смотрим со вторым. И со вторым у нас все хорошо тоже прячется. Вот такие вот две мегамосечки у нас. Вот такие вот красавчики. Да, тут небольшие проблемы с ракушкой. Но губа уже завернута, они закончили рост. Вполне себе хорошие зверушки. Вот такая вот у нас сегодня получилась интересненькая распаковочка, кстати. Играшка, пока мы тут говорили, уже показала нам рожки. Вот такое вот чудо. Сейчас попробуем поймать фокус. Оп. вот такая вот играшечка. Вот наша мордаха. Рожки мы опять спрятали. Думаю, минутка, и мы ее опять покажем. Вот. Особенность леуциста в том, что это улитка альбинос, но имеет темные зрачки. Зрачки в принципе имеются у всех улиток, но у этих видов они у этой масти, скажем так, они окрашены темным пигментом. Ну вот на этом наша распаковка подошла к концу. Всем спасибо, кто оставался со мной, кто просмотрел это видео. Пишите свои мнения в комментариях. Стараюсь отвечать всем, прислушиваться к многим. Но опять же сильно не усердствуйте. Свою линию я все равно буду гнуть. Это так, небольшой отход от темы. Ну и наверное уже будем с вами прощаться. Ждите следующих выпусков. Дальше я думаю будет интереснее. Так что всем спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока.